Больше двух тысяч заявок в пенсионном фонде приняли за двое суток. Цифры значительные. Люди буквально висят на телефоне, спеша заявить о себе. В Алтайском крае 38 тысяч семей с детьми до трех лет. Это и семьи, имеющие право на маткапитал, и не имеющие его. Папа приносил справку, что ребенок родился в семибельничном. В ноябре 2019 года. Он должен был родиться в первых числах января месяца, и они бы получили право на материнский. Вот в этой ситуации, естественно, они получат пять тысяч. Общая сумма этих выплат на сегодняшнее число – 210 миллионов рублей. К июню она вырастет еще больше. Еще одной существенной поддержкой станут 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка. Эти деньги полагаются детям, которым на период с 11 мая по 30 июня от 3 до 16 лет. Для этой одноразовой выплаты к июню край получит почти 4,5 миллиарда рублей с федерального бюджета. Сотрудники пенсионного фонда рекомендуют подавать заявку на господдержку в онлайн-формате. И, несмотря на это, люди штурмуют МФЦ, создавая очередь и для остальных клиентов. Когда были, подавали документы. Нам сказали, придите забирать 13-го. У меня когда была, то в такой очереди не было. У меня даже в голову не пришло, что нужно сначала позвонить и сделать электронную заявку. Не открываются сайты. Просто зависаются. Тут по записи принимают и по живой очереди. А, то есть открывают? Да, говорят фамилию и заводят по одному человеку. Вот есть понятие не просто этики, какого-то разума. До 1 октября деньги будут выплачиваться с 1 июня. Нет очередности, что кто пришел вчера. А мы зарегистрировали первых. Естественно, у нас же есть камеры наблюдения. Первые пришли в 6 часов утра. Повторим, заявлять о себе можно до 1 октября. Поэтому сотрудники пенсионного фонда рекомендуют хотя бы переждать волну живой очереди. Или, что лучше, подать заявку через сайт госуслуг. К этому дню там появились специальные вкладки. Правда, по отзывам доступны они лишь пользователям компьютеров. А со смартфона подать заявку пока не удается. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.